Осенний зимний отопительный сезон пройден успешно, несмотря на непростые условия работы, связанные с маловодием в Токтагульском водохранилище. Признаться, в этом году энергетикам повезло, так как суровой зимы не было. К тому же руководство страны договорилось с Казахстаном о закупке 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. До этого энергетики видели пути решения нехватки электроэнергии в веерном отключении, а также в отключении трехвазного ввода бытовыми абонентами. Инициативу правительства тогда президент не поддержал. Это решение лишило Усмонбек Артыхбаева кресла министра энергетики. В то же время я считаю глубоко ошибочным подход, когда недостающие для относительно безболезненного прохождения зимы 2 миллиардов 400 миллионов киловатт-часов электроэнергии чиновники решили взыскать путем отключения промышленных потребителей и населения. Я уже поручил правительству проработать вопрос о закупке дополнительных объемов электрической энергии у соседних стран. Понятно, что она будет обходиться гораздо дороже, чем наша собственная. Однако я уверен, что подавляющее большинство кыргызстанцев готово платить за импортную электроэнергию, чем сидеть без электрического света, тепла, телевидения и других бытовых удобств. Поэтому правительство обязано вернуться к рассмотрению тарифной политики и внести необходимые коррективы. Предстоящий зимний период будет тяжелым, если не принять соответствующих мер, говорят эксперты. Благо, что завершается реализация ряда проектов. Строительство подстанции Датхакимин, строится верхненарынский каскад ГЭС, начнется модернизация ТЭЦ. Но до ввода необходимо время, а пока нужны иные подходы. Помимо гидроэлектроэнергетики развивать другие, может быть, возобновляемые источники, может быть, теплоэнергетику, как строительство Харагичинской ТЭЦ. Вот будет модернизация Бишкекской ТЭЦ, что тоже даст дополнительные энергетические мощности. Развитие малой ГЭС тоже очень перспективы большие представляет. Другие же настаивают на изменении тарифной политики, иначе энергосектор можно потерять. Средств на реконструкцию линии электропередачи практически нет, а инвестор не заинтересован вкладывать деньги из-за низкой тарифной политики. Возьмите материалы, которые используют электроэнергетики, оборудование, которое используют энергетики, и все прочее, все повышается. А цена энергии остается как 10 лет назад. И, пожалуй, самое главное – это экономия электричества и тепла. Сегодня на долю населения приходится более 60% всей вырабатываемой электроэнергии. А чтобы снизить ее потребление, нужны энергосберегающие материалы и новые методы утепления домов. Зародившаяся лет 15 назад на Западе технология обшивать теплоизоляционными материалами стены старых домов дает экономию до половины средств. Эти методы дошли до Кыргызстана, так что экономить тепло теперь станет полезной модой. В прошлом году чуть-чуть за счет импорта электрической энергии из Казахстана цены повысили. Народ стал, в общем-то, экономить. Вот это начало надо просто продолжать теперь. Что надо быть экономным. Если бы мы экономно использовали электроэнергии, которые идут в Бишкек, и в вашей теплоэнергии, то мы могли бы выйти из положения с сегодняшними мощностями. Энергетики пытаются решить и проблемы с хищением электроэнергии. В Кыргызстане оно принимает чудовищные формы и происходит потому, что у каждого уважающего себя чиновника есть свой комок или фирма, за счет которых живут он и его крышеватели. Вслед за ними электричество воруют и простые потребители. Некоторые успокаивают свою совесть тем, что дуют частника. Но в конечном счете все производимое в стране электричество государственное. Нужен рачительный хозяин, говорят эксперты, потому как текущую ситуацию в энергосекторе специалисты характеризуют как отсутствие контроля за распределением электроэнергии и большими потерями.